В Каспийской гимназии номер 11 стартовал открытый турнир по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие спортсмены со всего Дагестана, Дербентом, Хачкалы, Хасаюрта и других городов и районов республики. Отметим, что начался турнир с торжественной церемонии, где воспитанники образовательных учреждений города продемонстрировали свои таланты в актерском мастерстве, показав сценки по знаменитым произведениям Расула Гамзатова. Что делать? И вот он зовется навеку, и еле скрывает волнение. Мой тяжкий еду, с каждым дном все сильней, но есть это болезнь в спасение. Спасение? Какое? Скажи нам скорее. Отец, ты достань и не мучай. Обшарим губин и долетых морей. Поднимемся к солнцу и тучам. Кроме того, украсили торжество традиционным зажигательным танцем. Воспитанники студии лесгинки города Касписка Арс, они своей энергетикой наполнили зал позитивом и радостью. Отметим, что в организации мероприятия непосредственно участие приняли и спонсоры турнира. Председатель собрания депутатов города Касписка Авдова Хиджаватов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Марат Алиаров, строительная компания «Ситистрой» и «Стандарт Риэлти». Меценаты также поблагодарили всех присутствующих за участие в столь важном для города мероприятии и рассказали о предстоящих планах развития доступной среды в городе для людей с ОВЗ. Многих из вас я знаю, я с вами дружу, я искренне рад. Еще раз я вам говорю, дорогие друзья, еще два радостных события вам скажу. Один дворец спорта заказ завершается, уже строительство завершилось, идут внутри ремонты. Второй уже накануне подготавливаем документы. Тоже в дворе спорта будет и теннис-зал и там, и в другом спортзале. Так что у нас будут еще площадки дополнительные в городе для занятий спортом, настольным теннисом. Помимо этого мероприятие также поддержали представители администрации Каспийска и других госструктур города. В лице заместителя главы города Гусейна Ункилова, исполняющего обязанности начальника управления культуры Набизалова, руководителя отдела просвещения города Насыра Сулейманова и других. В завершении церемонии с торжественной речи выступил директор Каспийска гимназии номер 11 Мурад Эдрисов. Он рассказал о важности проведения таких мероприятий. Мы рады вас приветствовать на этом мероприятии. Очередной раз мы проводим. Очень приятно, что сегодня гораздо больше у нас участников. И хочу выразить надежду, что у нас сегодня в той же пройдет дальше. Хорошо. Мы эти мероприятия проводим для популяризации, в первую очередь, чтобы показать положительный пример нашим подрастающим поколениям. Здесь среди участников турнира собрались не просто спортсмены, но и чемпионы. Расул Назиров – шестикратный чемпион России, участник паралимпийских игр в Токио и мастер спорта международного класса. Но такой он здесь не один. ИНТАК впервые на подобный турнир приехал паралимпийский чемпион Муса Таймазов, который поделился своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Я хочу поблагодарить организаторов такого мероприятия, Арсена Базаева, который всех нас собрал. Пускай будет это добрая традиция, хотя бы раз в год собираться в Каспийске. Я вообще в Каспийске, наверное, раз пять был, по всему миру. И первый раз ворвался в такое мероприятие очень хорошо. И всем желаю, чтобы себя в жизни нашли, будь то это спорт, будь то это какое-то другое направление. Ну и всем здоровья. Отдельную благодарность гостей и организаторов мероприятия выразили помощнику главы Каспийска Арсену Базаеву и директору Каспийской гимназии номер 11 Мураду Итрицеву, которые уже не раз являются инициаторами таких мероприятий. Ведь именно они не дают ребятам сидеть на месте. Я действительно хотел показать вот это соревнование того, что наши ребята, которые в Каспийске, что мы дома не сидели, чтобы они видели, да, вот это, чтобы они, видя это, выходили из дома. Выходили из дома, что, да, они что, видели, как играют такие же люди, как они, инолиди-колясочники. Не то, что они играют, и играют, и показывают хорошие результаты. И здесь есть ребята, которые показали стрельба из лука, женщина-бариат, мастер спорта. Вот Таймаза Муса, паралимбийский чемпион, легкая атлетика. Но это тоже есть, как они, человек, который инолиди-коляски. На примере подобных мероприятий Арсен Базаев хочет показать всем, кто столкнулся с такой проблемой, что он не один.